29 апреля был крайний ролик про нашу киберспортивную команду сайбешоки спортс и это на самом деле звучало слишком громко уверенно и непонятно и единственное что приходит на ум это конечно же дисбант распустить весь состав и начать все с нуля были ли какие-то плоды у этого решения положительные или негативные давайте изучим в этом ролике от начала до конца все что произошло не все так плохо мы заработали рекордные деньги для нашего тега 17000 долларов за полтора месяца это зарплата очень хорошего специалиста в гугл но к сожалению эта зарплата делится на 6 человек плюс еще арга забирает вообще эти призовые мы до сих пор не получили вы знали что призовые приходят в течение там 5 месяцев 6 где-то и 8 месяцев зарплата не приходит на следующий день как мы все думали когда получаешь деньги тоже не понимаешь со что ты их получил эффект теряется но знаете где эффект не потеряется со временем это от нашей формы сабишоки спорт вы только посмотрите на нее она такая красивенькая аккуратненько я скажу вам так это лимитированная версия мы больше их не будем производить а то что мы произвели мы бы хотели бы продать поэтому заявляю с этого момента как только выходит этот ролик наша джерси начинает продажу вы можете купить его через телеграм-бота это все делается в пару кликов стоимость одной джерси 2500 рублей но вы не просто получаете джерси но еще и сверху подписку лайт на сабишоке каждый из покупателей получит такой бонус а первые 30 человек получит премиум подписку поэтому спешите прямо сейчас стать первым человеком отвечаю я начинаю продажу после выхода этого ролика ни раньше ни позже ну а сейчас посмотрим что мы сыграли за это время как мы отыграли как мы общались и после будет анализ нашего стаффа тренер скажет почему мы играли плохо или хорошо и кто покинет нашу команду да в этом ролике это будет почему-то в каждом гребаном ролике у нас кто-то покидает команду ладно наш первый турнир был у сети 5 сезон мы туда получили инвайт в плейн победили 2-1 тимспейс и экса клан и таким образом мы получили первое желтеве для нашей команды и там нам нужно выиграть просто дмс и выйти в групповую стадию где будем играть швейцарку но дмс так не решили они нас обыграли и мы пошли плакать и ждать новости сети дальше венлайн про лига венлайн про лиги мы играем против очень интересной команды я должен зачитать чп 17 аху хд 39 ну если мы бы им проиграли я бы туда упал бы мы выиграем первую игру 2 матч против витар гейминг очень такая нашумевшая команда из-за руфаера там была странная ситуация с управляющими с игроками ну в общем там дисбант но когда мы с ними играли они были ну не в плохой форме мы их победили и вышли в плей-офф дальше нас ждали ребята из лион которых нам нужно было обыграть чтобы пройти дальше и мы это смогли сделать мы их обыграли 2-1 и прошли в полуфинал турнира венлайн про лиг а там нас ждали очень опытные уверенные в себе пацаны из компании рожби они ник не оправдали рожби там было не так уж и много но обыграть нас все-таки смогли и на этом этапе мы покинули турнир заняв 3-4 место ну и забрали 200 долларов это очень хорошие деньги это были наши первые призовые нового состава пятый сезон сети вот это уже интересно потому что там нас уже не смогут опрокинуть дмс и надо выиграть плей-ин стадию масоник 2-0 ли он 2-1 и мы уже попали на шел тиви и на шел тиви вместо дмс к счастью мы играем против экс-клана и каким-то образом мы им отдали одну карту но в итоге забрали 2-1 и вышли в групповую стадию в швейцар швейцарке нужно сделать просто три победы и дальше вы попадаете в плей-офф но тут случилась проблема наши первые противники это зеро радар сети проигрыш ганфайф проигрыш иллюминар проигрыш в общем мы покинулись и сети без единой победы швейцарки 03 неприятно неприятно вот а теперь самое интересное отвечаю тут уже хороший результат играем пятый сезон ресса призовой фонд 100 тысяч долларов играем первый матч против ними кидашки постепенно подкрадываться к сайт обойте сторону рампа там кстати говоря спина сейчас будет гореть возможно hunter уже погибает отличная работа мне долберет отрабатывают на правой налево ловика с 1 против 3 их уже остается один в 2 он знает про риски боба который на парочу на себя давайте дуло и ловику забирает ловки то у соперника попадает по голове кто ходит дайте мне дым угол и дым двери кто-то дайте выпустите медленная соло за рашу я бы сыграть сыграть эти после этого дым угол это факт теперь хан а не попадает хан подниму фешку накинули там быстрый какой-то выход через лонг готовится судя по всему будет ходить назад потому что там дыру же шарта прикрывает дайте ко мне я попробую особо отбекать этого шадал и чего в итоге не очень хорош подивился точник в медиа вывабить он там бант хороший под consum fun таро липанды бил дым 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 данным дым до рак без ноги убил длину хорошо и за счет этого кипяте может сейчас конечного ним соформить ночью таешься же кедина и по итогу минуса нет это ир а тут он уже ровки потащит еще и можно спину заберет от hunter здорово это последний раунд основном времени играта закончен андар начинает раскидывать уже база б на пусте минус 30 не спа отключается дергают раз и в итоге риски боб марте испанулир на подмоге не ставит . не сам очень тайминга моего ищи спалили а это вообще просто лучше что могло произойти с ним в жизни кейлин отлавливает хантером на перетяжке через миду я пошел питьете погоди у меня тайминг жить простреливать вообще со всех сторон надо хотя бы минус делать и он с этой задачи справляется тут же хаешка было откинуто подожмут банан смысле они один подожмет а ладно и так сойдет размен один в один ничего страшного потому что это просто тут уже глубоко как раз вы которые уже давным-давно дата мэйн пишу и он заканчивает друзья эту встречу нам 20 не пошло но это еще ничего не значит мы играем дальше против дмс приемка от калыша будет видимо очень жестокой потому что вот здесь просто не прочитает он видит оппонентов видит 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 стрелька и дулики работают уверенно но на больше там одного фрага вроде как не смог раскрутиться хотя его все еще не забрали чудом он здесь выживает встретил свою последнюю полю и меньшинство для коллектива дмс 4 в 3 мид мид здесь 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 заберите бомбу тогда на кайта давай все я планчу планчу длина 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 лучше вместе с парик лики тут работает кельян начал культип оппонента стеникс вместе с логикосом хороший фраг оформляет в итоге фейт с и дабл и остаются последний соперник а вот феномен феномен но так вот вопроса не перестрелять на право выйдет переводится переводится не успел на из хороших видео видел 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 просто сейчас в защите появляется снайперская винтовка это быстрый выход на точку а которую как раз таки и не то чтобы отпустили но панчик вошел дефолт аж за дефолт вышел из панчика еще полика вот нет молика это это плохо это печально отлетает один или и ленте лент проспал что только можно было бомбер там не забрать уже никак но и феномен последний один я тяну просто 1 к ты пути не начнется он не знаешь что таки то есть тинка тинка это дополнительные раунды кивер шоке выносят я позабрил стены я не убил умная 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 пошел мы последние 15 18 первый есть 55 секунд на там выход уже на точку б и как будто можно уже поставить и выигрывать этот раунд ловикус но должен минус делать ловикус хорошо 35 кп у ловикуса но этого уже в любом случае как будто бы спалили поэтому и закрыли с тем же успехом 19 16 дмс забирают эту карту аккуратно бомбе убил на издалек по центру дал дему такой давай надо будет фейкануть малик дал право аккуратно гардер а десятый Хорошо, из Л, был. ХРАЙ, ВЫСШЕЙ! Хорошо. Я ушел. Бараж, бараж. Нанимай! Деремся, деремся, деремся! Убилл двух! Деремся! Выйти, выйти! Дефолт, дефолт, дефолт! Едица по 10. По двойко 10 и по 10. Иду к тебе, иду к тебе. Я его не должен идут чекать! Я его не должен здесь читать, но нет! Все-таки есть попадание, нотим некий, минус 3. И вот это действительно жестко. Похоже не ездить. Я ушел, Илю. Можно отдать, можно отдать. Прекрасно, мы забрали реванш и проходим дальше в группе Нам нужно всего лишь обыграть команду Самби И таким образом мы выйдем из группы и попадем в плей-офф Хорошо, начало в целом сейчас для коллектива атаки-то может быть Пацаны, нам нужно что-то, чтобы котов забрал Антифлэш Два Антифлэш Хорошо Нормально, нормально Ну давно, конечно, на сцене такой И не видел, а тут влёт, всё, врыв, всё, врыв Пистолетка начинается уверенно Ну и сразу размена, кстати говоря, для атаки все еще играбельно Для атаки играбель Заспортил оппонента, двигаться из-за колонны не будет до того, как его оппоненты тьмыть и не выйдут в контакт Саванна получает по голове Дефолт, дефолт, дефолт Дефолт, дефолт Мобил Дефолт Добивая тринадцатый поинт, несмотря на форсбай своего оппонента Да, это было сильно В руках Мангуса Есть еще и сетка три тысячи И один раунд, они здесь точно перезагог позволят Атака в Б-сайт без потерь произошла Сампи явно не пойдут на выбивание Остаются в точке А Позиция для ведения стрельбы КТшников Но здесь Ильев дал важную информацию своей команде Что два КТшника разыгрывают нас под центром Открытие от Сампи пошло по миду Зажимает с двух сторон Ну и контртеррористы реализуют свой форс Хорошо, первый раунд есть после пистолетки АВП восемь Мид меня отпикал АВП восемь Еще по нексей Два мид На зигу могут развернуться Да, зиг 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 У меня дым Не вижу Я убью Ставит Ставит под зиг Седьмой для Сибершок Дали поставить пачку Бывает Ситуация Три в пять для коллектива Сибершок Что-то мне подсказывает Что мы можем отправляться до Третьей карты А у нас там мираж намечается Все, вообще Все в уши настреливают здесь Но нет, это до связи Это тринадцать восемь Вы не сможете продолжать играть Тринадцатый раунд появляется на давлоу сампе Тачка, тачка Он ракета, ракета Ракета Взял мейн Спина Ракета убил Спина потом Болкон, балкон Зига Убил Пацаны, кухню кухню пробить Зига Кухню пробить Смотрю здесь, смотрю Потом, потом помогите Го кухня вместе, пацаны Потом Потом уверен, кухня у вас Отлично Хорош Сайбершоком уже нужно заходить в точку Полустенка не чекается Из-за этого савана Сразу За этой полустенкой Накоит свое убийство Феномен вроде бы и сделал ответочку Но что же ты сделаешь с Абиком Десять Девять Пора атаковать Есть брак с Феноменой Да ладно Неужели Они вскрывают базу Б Сложнейшую ситуацию На самом-то деле Найс Бля Я сейчас имбов распикал Но не повезло Что их два Я прям как на рифтаге Молодцы, молодцы ребята Теперь на 12-4 Пока для Сайбершок Все Тут максимально Легко Максимально Просто работает Синикс Ну что этот парень делает Я понимаю, что Фраги бесплатные Но наглеть-то не надо Но наглеть-то не надо И лифт последний И все 13-4 закончено Дорогие друзья Упражнения сделаны И коллектив Сайбершок Выходит победителями Отсюда И забирают себе Место Плейер И да, мы это сделали А теперь нас на Шелсиве Ожидает интереснейший матч Против шведов Из Айбойер Там играет Легендарный Дживи Ну и Голден Если мы выиграем этот матч Мы попадаем в полуфинал Дал направо Дал джилд Дожди сучила Трое, скорее всего Я фул Разнимать Фейк наш Я в этом КТ Я в этом КТ Вы станете И сыграете Сейчас начинает Своё продвижение Вперед вместе Со своими тиммейтами Флэшка залетает И под эту флэшку Кутюша, кстати говоря Еще и фраг умудряется Сделать, но Лишь один И Плюша Плюша Слишком поздно Молодцы 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 Залетает Хип пока что Зайки не может Молодец Кстати говоря Залетает От атакю Ловикус Оформляет Хэдшот И певзор Не успел поставить Полноценную перетяжку Они выбивают Огромное количество Хитпоинтов С КТ Стороны Хоть живее Отдал свою жизнь Но Флюша За это время Успел перетянуться Ибо всем Мы понимаем Что Чем больше Позиции Чикни Чем лучше Флюша первого-второго флюша идет за ними поджигается еще немножечко ланга келлиан будет отрезан дымовой зависит может открыться подключить тиммейта хорошо получается выбить жизнь из обзора при этом застрелить себя но ненадолго живи профилевые дымы и находит своего оппонента информация по нему есть и даже не перестрелял мультинеки поэтому краем надо его уже наконец-то души но вот и 13 раунд появляется сайдер шоуков убил тюрьму убил тюрьму убил б Дал флеш на Б По мне, по мне, по мне Я вас со спиной бью скоро Так же тюрьма Не ушел никуда Лен, можешь тебя ждать? Нет, нет, хорошо Хорошо Не хочется палить, вот сейчас можно под снайперскую винтовочку Неспалившись сделать очень многое Феномен уже забирает голода на первый девайс Упал и рассыпается Атака еще и флюша может подставить свой затылок Флюша Все очень печально складывается для атаки, друзья И погибает еще живее, остается лишь один пипзор Шансов не особо много Да и собственно этих шансов не остается Да! Пацаны, это история Это история Это история Блин, мы выиграли 2-0, бля Мы сделали 2-0 против шведов Это было легендарно Это был вот прям настоящий буст наших эмоций, чувств и уверенности в себе Но что нас ожидает дальше? Какие-то португальцы неизвестны из компании Рино Сейчас они попытаются как-то сумасшедше пропереться Состояние по дарам будет полкное И тот феномен здорово увольняет на пару словикусом Практически всех игроков команды Рино остается только один снэп и его Синипс находит уже на точке Б Легкий раунд для собешок Везде могут быть Ложь внешка будет Гап и арена еще Арена десипа Внешка прилипла И в самом месте со снэпи просто убивает всю оборону Но феномен, ой какой же обидный промах в упоре Феномен Сделать второй выстрел на этом выстреле он сам выживает Отсмена 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 Гап фокус не торопитесь Гап вышел Внешка сотка сотка Даю средний Даю средний Даю сотку Я с ней пойду Осторожно Убил Пятерку убил Убил Сотка 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 Либо по девятке Парковка Заканчивать очень строго этот раунд Выбивать Тимкея Это происходит Хорошо там оттенекса через смоки Дефолт пойди чел Аккурат под смоком должен быть Еще Перед домом Кутая 23 секунды на таймере Киллин открывается Плохой спрей дес Рано или поздно Ведь дождется Полетели смоки в его сторону Грейзи уже в спине В первом с того Заграет и в третьем Огрызается до последнего И всего китпоинтами Там уже не важно что будет Потому что таймер неумолимо Проигрывает ему игру Я выкатываю клаши аккуратки ему Я аккуратно ищу его Давай я сдабла Не вижу Токсик 50 Найс Хорошо Их много на будке Дефолты еще На будке На будке На будке На будке На будке Дефолт убил Дефолт убил Мейн на будке По 9 По 9 По 9 На флеш На флеш А убил А чисто А чисто Разворачиваются Сайбершоки Обратно в точку А Снеппи на мужика Огропается в плент Оформляет Еще и фраг постиг Все это пачки И второго туда же оформляет Феномен откисает Снеппи Не смог Ловикуса перестрелять Но здесь уже Ринато Хакс Который выходит из улицы 25 секунд на таймере У Ловикуса нет позиции Нет пачки на руках Не паса Надо было 9 там забрать Хотя так обидно Каким то образом мы не обыграли Рину из Португалии Каким Что это вообще Почему мы проиграли такой команде Очень много вопросов И это сильно ударило нас по уверенности в себе Мы заняли третье и четвертое место Но заработали 12 500 долларов Это же очень круто на самом деле У нас небольшой расслабончик И мы сразу же переходим на следующий турнир И это оригинал Clash Arena CIS Призовой фонд тоже 60 тысяч долларов И вообще тот месяц был прекрасен по количеству турниров И призовых Тут много СНГ команд Которые вы можете знать Давайте начнем с игры против Team Space Наших любимых Победа 2-0 Дальше у нас идут Insilia И тут тоже 2-0 Но не уточню в какую сторону Дальше у нас идет Академка Академка Virtus.pro Поражение 1-2 Force Reload 2-1 победа БДР 2-0 И выход в плей-офф турнира А дальше у нас игра на Shell TV И это против Arcred Команда которая прошла вот сейчас в Challenger Мы проиграли и заняли 5-8 место Заработали 2 500 долларов Но в целом после рестарта команды Это уже явно лучше чем было раньше Мы играли огромное количество турниров Были очень приятные призовые Но есть слабые места у нас в команде О которых мы сейчас поговорим с нашей командой Но не командой игровой А с управляющей командой Впервые публично покажу как происходит коммуникация с нашим стаффом Надеюсь мы сможем это не растянуть Давайте вкратце Сейчас мы топ-90 мира В целом у нас был план Какое мы должны занять место И в целом топ-80 было бы шикарно Мы заняли топ-90 Был три прогноза Позитивный Реалистичный Точнее оптимистичный Реалистичный И пессимистичный Пессимистичный прогноз у нас составлял По-моему 120 Реалистичный 100 И оптимистичный 80 Приземлились аккурат посередине Между оптимистичным и реалистичным Соответственно это либо 4 с плюсом Либо 5 с минусом По 5-балльной шкале Текучее состояние команды, Леша Я бы сказал, что удовлетворительно С учетом того, что ребята Достаточно сильно устали Потому что график был достаточно тяжелый Баланс между количеством официальных матчей И количеством тренировочного процесса Ближе к концу сезона В какой-то степени тут жертвовые обстоятельства были Потому что отказываться от инвайтов уже было поздно Да и в целом, мне кажется, мы не в том положении были Чтобы от этих инвайтов отказываться С учетом того, что доставались они не супер просто И ну в этом есть как и плюсы Потому что большой объем официалок позволил Каждую официалку Ребята проще стали к ним относиться Они вошли в некоторой степени в обыденность Ну на бумаге звучит как будто шикарно играть столько каток Вот у них реально же был бзик На эти HLTV матчи Где они сосали откровенно Сейчас все идеально Они уже играют эти HLTV матчи как свои родные От количества каток Ребята не устают Расскажите, как у них распряток дыня Когда они просыпаются, когда засыпают Успевают или они вообще это все делают Распорядок не разный стоит отметить Потому что бывают игры, которые начинаются там очень рано Бывают игры, которые начинаются очень поздно Но в основном подъем за примерно 3-4 часа до матча Бор, разминка, по возможности праг Игры, 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 разборы между играми И потом появляется фасик У нас был непринятный инцидент на официалке Если честно не вспомню против кого был этот матч Но это был Иллюминар Да, мы кстати его проиграли 2-0 Там была проблема в том, что один игрок, а именно Илюха У нас встал поздно И его вообще будил Дима Стиникс Они оба на буткемпе тогда были И сбор у нас стоял на 10-30 по Москве Мы должны были разминаться И вот Илюха ее пропустил Его мы за это штрафовали А штраф ему был объявлен уже в конце дня Потому что это как раз был день, когда у нас было 3 бастов 3 А Даня, Ловикус Его мы будили вообще очень экзотичным путем Так сложилось, что его девушка где-то недалеко с работы шла Или я не знаю В общем, короче, нам через нее удалось его разбудить Ужас какой И разбудили мы его уже в 11-02 А матч должен был начинаться в 11-10 Так, что это у нас на экране? Мы провели аналитику нашего прошедшего сезона 49-го ISA Advanced Мы собрали статистику со тех матча регулярного сезона и плей-оффа И визуализировали ее Тут приведены 4 основных метрики КД, Р, средний дамаг за раунд и количество смертей среднего за раунд Всех 5 игроков за все сезоны Тут, конечно, сразу бросается в глаза, что у нас Имеет положительные статистики высокий Ловикус Выделяется команде в то время, как Достаточно больше, чем остальные люди в команде умирает Келлен И дальше мы погрузились в немного более продвинутые метрики Мы собрали то, сколько наши игроки дают энтриков Как мы видим, например, за весь сезон А20 До большинства метриков у нас собрали Вова Келлен и Ловикус Но при этом вторая таблица Показывает, сколько энтриков было отдано И, как мы видим, тут с запасом лидируют Келлен и Стеникс И по этой таблице суммируют эти два показателя И показывают, сколько за сезон У нас игроки смогли приобрести энтриков или нет И мы видим, что у нас ловительные, хорошие метрики имеют Феномен и Тинеки Логику Со временем, как Келлен показал фактически минус 7 А и Стеникс 7 минус 11 энтриков за последний сезон Ой-ой-ой Потом мы погрузились в сравнение Как у нас каждый игрок играет за атаку и за защиту И мы поделили слева таблицу за атаку, справа таблица за КТ И, как мы видим, на некоторых игроков Особая разница в показателях незаметна Опять же, но если это замечать, то достаточно большая разница между Стениксом Стеникс у нас имеет один из лучших показателей в команде за КТ Он второй по всем ПК, по АДР и КР И умирает он третий по количеству в команде В то время как за атаку он самый низкий в команде по КР И по АДР он ниже него только снайпер, для которого АДР не самый важный показатель Переходим к разделению на победы и поражения Тут посмотрите, есть у нас кто-то, кто выделяет победы И кого особенно не хватает в поражениях Что бросается в глаза то, что у нас достаточно есть пару стабильных игроков Мы видим, что перформанс ловикуса не так сильно варьируется между победами и поражениями В каком-то плане можно сделать вывод, что как раз таки Наши игры многое зависели, по крайней мере, весы адванса И как раз таки от выступления Димы Мы видим, что в играх, где мы побеждаем Почти все показатели Димы, они все вторые в команде важны КР, КД, АДР В то время как в проигрышных игр как раз таки Димы не хватало В проигрышных игр у него самое низкое КД и самое низкое КР И показывает, что как раз таки многие наши победы или поражения Зависит как раз таки от его перформанса Давайте пройдемся по игрокам На Тенеке На Теннисе на самом деле я доволен На целом мы наверное ждали от него не так многого С учетом не очень хорошей статистической спирит Академии Здесь же он у нас один из лучших игроков Бьет для опорника очень хорошую стату Поэтому все прекрасно По поводу Данька в целом тоже впечатление достаточно хорошее У него были по отношению к нему более высокие ожидания Но в целом на мой взгляд он их оправдывает Единственное что смущает его некоторая нестабильность иногда То есть он выдает не очень хорошие перформансы иногда Но если брать в целом то им я тоже доволен Феномен И Леха тоже достаточно хорошее впечатление оставляет То есть есть как бы вопросы по его качеству именно как снайпера То есть инициативность по количеству работы Которую он делает как снайпер на карте Учитывая то что наша структура к этому располагает И в целом у него руки развязаны Но это вещь которая с опытом может прийти И мы в целом будем работать с ним по этому направлению С Тайникс С Димой на самом деле ситуация такая двоякая Потому что опять же он приходил как одна из главных звезд команды И учитывая его споты и те ожидания Которые мы строили по отношению к нему Наверное он не сам не лучший перформанс выдал Но и не провальный То есть знаешь так на 3 с плюсом или бацами Так у нас остается Келлен Глава игрок к которому наверное больше всего вопросов При этом к нему были изначально самые высокие требования Так он капитан Мы прекрасно понимали когда его брали Что он не до конца нам подходит по профилю в данный момент То есть он колил не в том стиле в котором мне хотелось Увидеть команду и строить команду Но были определенные надежды на то что со временем это исправится После совместной работы Но эти надежды не оправдались по большей части И ну в целом можно Наверное нужно сейчас сказать что Его подписание было в некоторой степени ошибкой Ошибки надо признавать И как мы решим эту ошибку? Будем искать нового ингейм лидера Как и всегда я верю в успех нашей команды Хоть и мы сильно прыгнем Слишком нас часто подыгрывают Но а что делается легко? Да вроде бы ничего 16 июля мы играем против Fnatic Основного состава топ 22 мира прямо сейчас И там будет у нас человек по имени Левантино Да это капитан вместо Киллиона Интересно узнать как он играет Потому что я думаю что 99.9% не знает кто это такой Это риск Может быть оправданный, может быть нет Поэтому это и наша тестовая замена Чтобы не пропустить игры Подпишись на наш телеграм команды Сайбершоки Спортс И именно там ты сможешь купить наши джерси Сайбершоки Спортс Ну или поучаствовать в розыгрыше Давайте 3 футболки мы разыграем среди нашей аудитории Подписывайте прямо сейчас И советуйте посмотреть ролик про мой турнир Который я смог все таки выиграть Ролик можешь найти вот здесь Пока С тобой был я Эрик Шоков Огромное спасибо что ты меня смотришь У нас все будет хорошо и я надеюсь у тебя тоже Хорошего у тебя вечера, дня или что еще бывает Утро Хорошего утра